Девушки отдыхают Неважно, ведь встречи полных противоположностей всегда привлекают свои истории и внутренней подоплекой Ну, Москва Москвой, а провинция тоже по расписанию Начинали день турбулентный Амур и Торпеда, потихоньку отходящая от стартового похмелья Дальше в программе была Астана, поймавшая ветер перемен и имевшая все шансы продолжить поступь в игре с Витязем Ну и в качестве десерта поединок двух полярных соперников с запада, Локомотива и ХК Сочи Устраиваемся поудобнее и смотрим выпуск Спартак и ЦСКА вернулись в столицу после достаточно успешных приключений на Урале и Дальнем Востоке Вернулись, соответственно, в настроении и с далеко идущими планами по поимке Локомотива, ушедшего за линию горизонта В нынешнем чемпионате Москва уже видела одно такое дерби В начале сентября в первой игре сезона красно-белые на глазах 8 тысяч болельщиков уверенно забрали концовку и победили 4-2 С тех пор минуло много дней и в турнирной таблице соперники расположились бок о бок, притерлись к чемпионату и вошли в свою колею Какие факторы были за Спартак? Конечно же, кураж троицы Голдобин Морозов Порядин, способный на подвиг даже во сне И, безусловно, домашние трибуны, которые помогли выиграть 4 из 5 встреч в Мегаспорте ЦСКА сегодня это одна из лучших атак в лиге Потрясающее большинство и идущий на сухой серии галкипер Дмитрий Гамзин Интригующий, не правда ли? Не будем терять времени, погружаемся в большую игру Конечно, все мы понимали, что это центральный матч игрового дня и ожидания от него, конечно, были высокие И, на самом деле, эти ожидания оправдались Давайте обо всем по порядку, потому что уже первый период получился огненным Сначала было парочка неплохих моментов от ЦСКА И вот, наверное, самое опасное из них оценить передачу о Прохора Полтапова Вот будь Абрамов праворукий и с великой долей вероятности это было бы 1-0 А Спартак ответил вот таким необычным моментом Ну вот, согласитесь, один на миллион, наверное, что Морозов вот так выиграет вбрасывание Шайба будет вот так скакать, Полядин вот так по ней попадет Еще и в перекладину, а потом еще и добьет На самом деле, с этого момента начался ударный отрезок Спартака Потому что вот вам еще одно попадание в каркас ворот Бросок от синей линии, шайба по щитку Просветова попадает в штангу И прямо вслед за этим, уже своим третьим звеном Спартак создает третий момент и удача на их стороне Это шайба Андрея Миронова, которая рикошетит от Классена И залетает над плечом Ивана Просветова Принц и Галимов у него в ассистентах А для Андрея Миронова эта шайба становится второй в текущем сезоне Кому была первая, все верно, именно ЦСКА Ну и вот еще момент Голдобина под конец первого периода И если в первом периоде игра, пожалуй, все-таки была равная Даже если на статистику взглянуть 13-11 по броскам, и это в пользу ЦСКА То вот период второй стал для армейцев настоящим испытанием А виной тому удаление, коих было 4 4 удаления ЦСКА Да и в формате 5 на 5 посмотрите, какие моменты Спартак создавал Видели попадание Парядина в сетку с внешней стороны А вот супершанс Мальцева и не менее суперское спасение Ивана Просветова В общем, было просто неумолимое ощущение, что Спартак сейчас забьет вторую Потому что моментов было великое множество ЦСКА фактически весь период Ну ладно, весь это, конечно, преувеличение Но согласитесь, 8 минут из 20 отыграть в меньшинстве Это, конечно, испытание серьезное Но при этом Спартак оборону ЦСКА на самом деле не разрывал Очень плотно армейцы держали и периметр Очень плотно держали и пятак И на самом деле оборонялись довольно грамотно и компактно Да, были моменты, да, где-то везло Посмотрите, вот на этот момент, например, бросок Пашина Когда Шейба уже пролетает меж щитков Просветова И, казалось бы, куда ей деваться? Она не попадает в ворота Просто каким-то чудом Так что на самом деле армейцам воздалось Вот за то, что они так терпеливо и так надежно оборонялись Во-первых, мог забивать Саморуков Вот потрясающий момент И отметим сейф Николаева Ну а дальше последняя смена Тикает последние секунды И посмотрите, Каменев, куда он смотрит? Он смотрит на табло Простреливает И ЦСКА забивает За одну сотую Внимание, секунды До конца второго периода Это гол Ивана Дроздова Для него эта Шейба первая в сезоне У Каменева передачи Но как он еще посмотрел на табло Это гениально Ну что, вот такие два разных периода у нас получились А счет при этом 1-1 Перемещаемся в решающую третью 20-ти минутку И тут же, прям с первой смены, с самого начала, момент Спартака и очередное спасение Просветова Это бросок Николая Голдобина Его второй голевой шанс в этом матче Первый мы с вами видели как раз в первом периоде Вот шанс Ружички, когда даже уже Просветов был отыгран Но вот опять же, везение сегодня было где-то на стороне ЦСКА Вот здесь от пропущенной буквально сантиметры отделили А вот так Спартак забросил И сделал это не Роман Бычков, а Герман Рубцов Бычков бросал, и для него этот гол мог быть вообще первым в континентальной хоккейной лиге Но там у Рубцова было микрокасание, и это но один Филин записал вторую передачу Однако ЦСКА в статусе отыгрывающейся стороны был не так уж и много меньше 4 минут Это сумасшедший кистевой Руслана Исхакова Посмотрите, как он эту шейбу под планку вгоняет Что интересно, для Исхакова это первый гостевой гол в этом сезоне Ну а всего же это его пятая шайба Ну и момент Прохора Полтапова Обменялись голами в третьем периоде И идем в овертайм, где нас ждет главный шедевр этого вечера Вот он, это Николай Голдобин на пару с Мальцевым Посмотрите, что сделали, как разорвали оборону И как Голдобин из-за ворот завез Потрясающая шайба Ну просто это лучший гол игрового дня Здесь, я думаю, поаплодируют все, так же, как и Дмитрий Вишневский Второй гол Голдобина в сезоне 3-2 Спартак Ну что, мы вообще-то все красавцы Хорошая игра Все спобеды Лучшие спобеды О, великий колдобин О, великий колдобин О, великий колдобин Спасибо, у меня, да? Не-не, извиняюсь, сегодня не очень лучшая игра, вот за 5-5, но... С победы из бонуса, Американай! Игровой день начинался в Хабаровске, где Амур принимал Нижегородское торпедо И такое ощущение, что забыл выйти из раздевалки на первый период Всего лишь 69 секунд потребовалась торпеда на то, чтобы счет в этой встрече открыть Это гол Михаила Абрамова, хотя, как вы видите, без рикошета не обошлось Пещемеров неудачно срезал шайбу в ворота Игоря Бабкова Амур вроде бы пришел в себя, но в недостаточной степени для того, чтобы составить торпедо какую-то конкуренцию В первом периоде Сергей Гончарук эталонным броском поражает дальнюю девятку И забрасывает свою 50-ю шайбу в континентальной хоккейной лиге Когарлицкий у него в ассистентах, а проходит 2 минуты и счет становится уже 3-0 Это Никита Артамонов с передач Летунова и Фирстова Смена Игоря Бабкова на сегодня закончена Появился Дмитрий Лазебников, но спустя 5 минут пробили и его Причем пробили не столько торпедовцы, сколько опять собственные защитники На сей раз Брынцев срезает шайбу Тем не менее, последнее слово в первом периоде осталось все-таки за Амуром Которые реализовали большинство в формате 5 на 3 Это Яндроск, Грачев и Щемеров у него в ассистентах Так что можно считать, что Щемеров за свой неудачный рикошет в начале встречи отыгрался Перемещаемся во второй период И он начался вот в такой мощной драке Девина Брасо и Владислава Фирстова Но даже здесь Хабаровск победить не смог Пожалуй, в этом бою победа за Фирстова Голы во втором периоде также были И торпедовцам продолжало вести с рикошетами А Амуру с ними продолжало не вести Это Денис Почевалов, который оформляет дубль мисников и свечников у него в ассистентах Свечникову до этого, кстати, еще и отменили заброшенную шайбу Ну а это Бобби Линч, который реализует большинство после великолепной передачи от Анасова Перед этим и Конюшков туда тоже пас записал Третий период и это хет-трик Хет-трик Дениса Почевалова Его первые три шайбы в континентальной хоккейной лиге Лазебников хотел сыграть на опережение, но прогадал 7-1 Тем не менее, последнее слово в матче все-таки осталось за Амуром, который забросили в меньшинстве Великолепная подкидка Бродкерста и подправляет шайбу Игнат Коротких 7-2, крупная победа Торпеда Борис во втором матче Вячеслава Буцаева принимал бывшую команду Вячеслава Буцаева Витязь Первый период вообще был довольно скуп на моменты 13 бросков на двоих И вот, наверное, самый опасный шанс на двоих Вот этот момент Витязя и спасение Никиты Бояркина Моменты пришли во втором периоде, чего стоит только выход Владислава Кадола 1 на 1, он перед этим удалился, выскочил из штрафного бокса, получил вот такой вот подарок Но Максим Дорожка своих выручил Борис своим шансом не воспользовался, а вот Витязь забросил И сделал это Иван Чихович с передачи Рыкова и Даниила Малороссиянова Для молодого защитника Витязя это первое очко в континентальной хоккейной лиге Классное подправление Чиховича, здесь Бояркин был бессилен А вот так Савчик на мельницу ловит Майкла Маклауда Вообще, Маклауду сегодня доставалось, его дважды поймали на бедро У него еще был нереализованный выход 1 на 1 В общем, наверное, эту игру легионер Бориса к себе в актив занести не может Счет 1-0 сохранялся до конца третьего периода Вячеслав Буцаев и таймаут взял, и вратаря снял, и концовку Борис проводил в формате 6 на 5 Однако, какого-то подобия финального штурма, наверное, не получилось Да, закрепились в зоне, но заблокирован бросок от синей линии Шайба вынесена, и к ней первым успевает Ник Баптист, который и поразит пустые ворота Воробьев и Готье в этой шайбе записали себе результативные передачи Итого 2-0 у Максима Дорошко-Сухарь Он в этой встрече отразил все 32 броска по своим воротам И вышел на второе место в истории Витязя по количеству побед за клуб Ну а сам Витязь одержал первую гостевую победу в сезоне Причем сухую Локомотив принимал в Сочи И на самом деле, если бы у ярославцев в первом периоде было все в порядке с реализацией То вполне на первый перерыв они могли уходить, ведя 2, а то и 3 шайбы Потому что первая 20-ти минутка целиком и полностью осталась за Локомотивом Даже если элементарно на цифры статистики посмотреть 12-3 по броскам Хотя на самом деле Сочи нет-нет, да огрызался очень опасно И у Алексея Милинчука точно работа была Но у Егора Заврагина ее было куда больше И на самом деле, если бы не голкипер Сочи в дебюте этой встречи То Локомотив бы довольно быстро повел Как, например, вот, пожалуйста, потрясающий момент Лихачева И на самом деле этих шансов было действительно много Так вот, Локомотив мог очень быстро повезти Ну а дальше, в принципе, по классике Когда Локомотив в счете ведет То доводить встречи до побед ярославцы совершенно точно умеют Вот, кстати, один из моментов Сочи Это причем не идет в статистику бросков створ Но попадание в перекладину после кистевого броска Василько В общем, Сочи огрызался И Сочи тоже Локомотиву давал понять, что легкой прогулки не будет Начинается второй период И вот еще одно потрясающее спасение Заврагина останавливает он бросок Фреза здесь еще парирует Герната Бросок, в общем, Заврагин был на самом деле красавчиком И во многом именно его действия И помогли Сочи открыть счет в этой встрече Потому что южане перетерпели И наказали Локомотив за расточительность Это гол Сергея Попова Который случился на пятой минуте второго периода Тинулин у него в ассистентах Через среднюю зону шейбу протащили Спрятал Попов шейбу под Елисинов И бросок может быть неубойный Но Мельничук здесь свести щитки не сумел А вот еще один момент Это выход Чебыкина 1 на 1 Фалит Сергеев и это булит Булит, который сам Чебыкин и исполняет И который у него, ну вот скорее всего, не получается Потому что вряд ли Чебыкин именно так намеренно задумывал Чтобы шайба с крюка сошла По крайней мере за смелость Плюс, но это не гол А вот Локомотив, почувствовав, что за фахло-жареным Свою реализацию все-таки поднял Большинство за удаление Уткина И очень быстро это большинство реализовано усилиями Березкина Который великолепно сработал на пятаке Сергеев и Каюмов У него в ассистентах А здесь еще один гол, который приходит от синей линии На сей раз это прямой бросок И это уже сам Елесин Точнеконько в девятку попадает У Каюмова еще одна результативная передача Третий период Александр Радулов забрасывает Ну, по крайней мере, забрасывает И в таком статусе находится несколько секунд Все подпортил Фрес на пятаке В итоге эта шайба была отменена Из-за помехи вратарю У Александра Радулова-то маячит рубеж Красивый в 250 голов в континентальной хоккейной лиге Остается две шайбы Радуловых Отменили Но вот этот гол уже никто не отменит 249-е есть Александр Радулов Отправляет шайбу в сетку И делает счет 3-1 Четвертый гол за стартовые 10 матчей На счету Радулова Ну, его реакцию вы видите Это уже не отменит никто Это стопроцентный гол Березкин и Шулунов У него в ассистентах Вот так вот 3-1 локомотив Доводит до победы Очень непростую встречу Встречу, в которой реализация ярославцев Откровенно хромала Но все-таки дотянули 3-1 лока Таким был этот день в Лиге сегодня Разгром в Хабаровске Против битвы в Астане Спартак, дважды выигрывающий дерби А также Ярославль Подтверждающие чемпионские намерения Будьте с нами Скользкий лет на кинопоиске Навсегда Субтитры сделал DimaTorzok